Здравствуйте дорогие друзья, мы начинаем урок ПАКСОД. В этом уроке мы рассмотрим кнопку, как кнопку подключать и как с помощью кнопки управлять. Управлять мы будем, конечно же, светодиодами. Кнопка это механизм, который позволяет замыкать или размыкать контакты. Если мы нажали на кнопку и удерживаем ее, то контакт замкнут. Если отпустили кнопку, то контакт разомкнут. Вот принципиальная схема кнопок. У кнопки есть такой дефект. При нажатии и размыкании кнопки возникают микроискры между контактами, которые провоцируют переключение. Вот на графике они видны. При замыкании, при размыкании. В КСОД написана специальная нода, кнопки, в которой все это устраняется. Кнопка подключается следующим образом. Есть две схемы подключения. Первая схема со стягивающим резистором, вторая с подтягивающим резистором. Мы будем подключать с подтягивающим резистором. По подробности вы можете посмотреть на сайте, на странице я дам ссылку про эту кнопку. Для урока нам понадобится сама кнопка, два светодиода, резистор 10 кОм и два резистора 220 Ом. Соберем схему. Вот что у нас получилось. Кнопка подключается. Кнопка подключается к седьмому пину, зеленый светодиод подсоединен к шестому пину, синий светодиод подсоединен к пятому пину. Хочу напомнить, что светодиоды нам нужно подключать только через резистор 220 Ом, иначе светодиоды могут перегореть или от перегрузки может сгореть плата. Загружаем КСОД. КСОД запустился. Включаем Ардуино УНО. Теперь выбираем кнопку. Заходим, выбираем ноду кнопки. У ноды есть порт. Порт это пин, в котором подсоединена кнопка. Кнопка у нас подсоединена к седьмому пину. Теперь нужно включить светодиод. Попробуем управлять светодиодом. Двойной щелчок. Так, светодиод подсоединен к шестому пину. Светодиод у нас зеленый, так и запишем. Зеленый. Загружаем программу. Так, программа загрузилась. Проверяем. Вот, пожалуйста. Кнопка работает. Нажали. Отпустили. Загорается. Гаснет. Теперь добавим в программу специальный нод Watch. Эта нода позволяет наблюдать за пинами, а также наблюдать за сигналами, что происходит в реальном времени. Она находится в территории debug. Ватлайт. Чтобы загрузить программу в режиме отладки, надо нажать на жучка. Нажимаем на жучка. Вот тут галочка появляется. Загружаем. Программа загрузилась. Теперь мы можем сразу на экране наблюдать, что происходит вот в этой связи. Вот, пожалуйста. Все работает. Теперь попробуем написать программу, чтобы при нажатии кнопки светодиод загорался, при повторном нажатии кнопки светодиод газ. Для этого нам нужна нода. Нода называется Flipflop. Вот, пожалуйста. Вот она. Добавляем. Она работает как триггер. Нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V. Копируем эту ноду. Соединяем, чтобы наблюдать сразу, что вообще происходит у нас. Загружаем. Теперь попробуем сделать так, чтобы синий светодиод загорался при нажатии на кнопку и больше не газ. Синий светодиод подключен к пятому пину. Пятый пин это ШИМ-контакт. Широтная импульсная модуляция. Это значит, что тогда можно подавать не только 0,1, но и доробные числа. То есть, можно сделать так, чтобы светодиод горел в полсилы. Подать на него 0,5. Для этого можно использовать специальную ноду. Называется ворот по-русски. При поступлении импульса значение со входа поступает на выход и больше не меняется. Указываем значение 0,5. Копируем ноду светодиода. Меняем порт на пятый. Меняем название светодиода. Загружаем программу. Вот светодиод горит в полсилы. Если установить на входе единицу, то светодиод будет гореть в полную силу. Загрузим. Проверим это. Вот горит в полную силу. А теперь попробуем сделать так, чтобы при нажатии один светодиод газ, другой зажигался. При повторном нажатии все происходило наоборот. Для этого мы используем логическую ноду. Нода нод. Удаляем delete. при поступлении сигнала на эту ноду, если тут была ложь, то она станет истиной. Если поступает истинно, то будет ложь. Можно даже проверить. Загружаем. все работает. А теперь попробую сделать так, чтобы светодиод полностью не газ. Для этого мы можем использовать условия. выставляем полную яркость и выставляем 0,2. Загружаем и смотрим, что получилось. Вот светодиод гаснет не полностью. Можно даже посмотреть значения. Еще раз загружаем. Смотрим, какие значения подаются на светодиод. Вот все работает. В заключении урока попробуем сделать так, чтобы они красиво загорались и красиво гасли. Постепенно. Используем специальную ноду fade. Будем наблюдать значения. загружаем. загружаем. вот 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 у нас Можно изменить скорость. указываем вместо единицы 0,2 ведь медленно загораться. синий диод гаснет очень медленно гаснет и очень медленно загорается. на этом я заканчивал урок теперь вы можете сами попробовать всевозможные логические ноды и придумать новые интересные вещи с кнопками и со светодиодами ставьте лайки подписывайтесь на канал всего доброго до свидания